Работники системы здравоохранения, как никто другой, знают цену здоровью. Поэтому своим личным примером показывают и доказывают, что физическая культура полезна в любом возрасте. Вот и сегодня Спартакиада собрала порядка сотни представителей отрасли из ведущих учреждений здравоохранения Брестской области. Медики приехали выбрать лучшую команду по мини-футболу и волейболу. Эти соревнования фактически мы будем называть финальными, потому что прибыли команды по волейболу победители региональных соревнований. И вот сегодня мы будем фактически отбирать команду по игровым видам спорта, которые больше всего дают баллов при проведении зачета по Спартакиаде команду на республику. На основной арене Дворца спорта «Виктория» развернулись спортивные сражения среди мини-футбольных команд. Этот вид пользуется у медиков особой популярностью. Среди спортсменов много опытных игроков, которые, несмотря на активную врачебную практику, выступают на международном уровне. Кто испробовал это чувство победы, чувство, когда ты получаешь кубок, когда ты стоишь на пьедестале, занимаешь места, это своего рода всплеск адреналина. И положительные эмоции надо закреплять. Закреплять можно только ежедневными тренировками. Поэтому и приходится урывать какую-то часть личной жизни и отдавать. Ну и плюс то, что общение мужчин, я говорю про мужскую свою команду футбольную, общение мужчин в раздевалке, под запах этого пота, как бы совсем другие диалоги, совсем другое. Это родниц, ближается, сплачивает нас. Работа медика, она очень интенсивная. И график работы разный у людей, ежедневный, сменный, ночные дежурства, выходные дни. Поэтому мы стараемся приспосабливаться и выкраивать время для тренировок еженедельных, для того, чтобы поддерживать физическую форму, сплачивать команду, ну и своим примером показывать, как правильно вести здоровый образ жизни и стремиться к этому. Не менее острая борьба развернулась на малой арене, где соревновались 4 мужские и 4 женские команды по волейболу. К участию в Спартакеаде учреждения здравоохранения подошли со всей ответственностью. Медики демонстрировали отличную слаженность и яркие атакующие комбинации. Общий филигранный рисунок игры был похож на поединок профессиональных спортсменов, при том, что все игроки – любители, врачи, фельдшера, медсестры. Это очень сближается с коллективом. Мы же большинство не знаем, а когда первая команда, особенно новенький, друг друга знакомишься. Поэтому, да, мне кажется, это очень несет, все об этом знают и очень, да, пропагандируют здоровый образ жизни. По итогам соревнований среди городов и областей будут сформированы команды для участия в Республиканской Спартакеаде, которая пройдет в начале июля в Бобруйске. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.